ребят к сожалению то что я обещал сюрприз в конце видео ну не получится скорее всего вернее не скорее всего не получается я посмотрел хотел показать вам один прикол думал сам что получится но не получается силу специфики конструкции нагана на кто кстати догадался пишите в комментариях что я хотел попробовать призов обещать пожалуй не буду потому что нехорошая эта практика начинается обвинения какие-то в общем на этом все в общем то что обещал в прошлом видео про ногам показать попробую повторить его в тесте травмата револьвера украинского производства в общем вы видели что для стрельбы из этого травмата нужен клип специальный для того чтобы пистолетные патроны ставить но есть вот такие специальные патрончики револьверные я попытаюсь их сейчас сюда снарядить вот таким вот образом не знаю видите у них тоже закраина получается ранд не проваливается туда вниз полностью они не ложатся до конца я не знаю войдет ли барабан на свое место но сейчас посмотрим в принципе да он тоже не заходит сюда к сожалению неудача постигла и в этом случае единственный плюс что здесь может быть это то что экстракторы эти гильзы может выбрасывать смотрите ну будет плохо видно но в принципе он с этими гильзами работает то есть он их цепляет а таки наверное получится если конечно нормально гильзу туда впрессовать в общем вошли возможно здесь получится они сюда вошли в закраину более-менее нормально надеюсь будет видно прокручивается все но будет ли он стрелять при этом сейчас мы посмотрим потому что те гильзы утапливаются пистолетные обычные более глубоко и за счет клипа они поднимаются чуть выше а эти сели чуть выше у них именно этот ранд он находится в плоскости где находится ранд обычных пистолетных патронов которые подняты на клипе этом стальном поэтому сейчас пробуем главное узнать в какую сторону дует ветер а вы напишите в комментариях почему я беспокоюсь про ветер в данном случае ну и пробуем собственно стрелять я чуть-чуть отойду к сожалению тоже не работает есть небольшой недонакол в общем в этом револьвере даже эти револьверные патроны не срабатывают то есть получается он заточен только на патроны калибра 9 па и работе с клипами стальными под эти патроны в общем эксперимент к сожалению не удался но пистолет в целом неплохой не знаю брал бы я себе его для самозащиты честно говоря не могу сказать но как револьвер для коллекции конечно хотелось бы иметь такое маленькая и мощная я сам еще не знаю что там по мощности а вы уже знаете поэтому пишите свои комментарии что вы думаете по этому поводу радует то что это наш отечественный производитель что очень и очень неплохо цена правда к сожалению немножко высоковато но на этом все всем спасибо за внимание до новых встреч всего хорошего пока а а